Детский сад 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 Я поздравляю всех с Днем освобождения Смоленщины. Желаю вам всем добра, здоровья, трудовых и жизненных сил. В настоящее время шефство над памятником и могилой погибших летчиков осуществляет сплоченная команда Акционерного общества «Атомтранс» под руководством директора, депутата Смоленской областной думы Михаила Лосенко. Наши отцы, деды защищали нашу Родину. Ведь у каждой семьи, я 100% уверен, что погибли близкие родственники. Вот это мы должны помнить и донести до молодежи, что советский народ – освободитель. На митинге памяти присутствовали и выступили с речью многие почетные гости. В выступлениях закономерно звучали слова поздравления с праздником, пожелания здоровья и мирного неба над головой. А школьники из Десногорска и села Якимовичи выступили с трогательными и проникновенными стихами. Пусть не все герои – те, кто погибли. Павшим вечным слава, вечная слава. Вспомним их поименно, горем вспомним своим. Это надо не мертвым, это нужно живым. Обращаясь к молодому поколению, председатель комитета солдатских матерей Валентина Рожкова призвала помнить об уроках Великой Отечественной войны и сохранить память о подвигах победителей. Память важно сохранять для того, чтобы наше молодое поколение помнили, кому мы обязаны за мир. Чтобы молодое поколение поступало достойно тому поколению. Чтобы мы могли сохранить мир и быть достойными защитниками этой земли, этого мира. Закончилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов. Вотрезвители предлагается создавать в регионах на базе муниципально-частного партнерства. Это позволит оказывать качественную профильную помощь нетрезвым гражданам и взимать за это плату. При этом подобная инициатива уже обсуждалась в 2015 году. Инициаторами идеи стали 17 регионов России. А власти Смоленска и Смоленской области тогда объявили о полной готовности восстановить в регионе работу вытрезвителей. Россиянам могут предложить упрощенную схему личного банкротства. Предлагается сделать эту процедуру бесплатной и обойтись вообще без обращения в суд. Правда, льготными условиями сможет воспользоваться не каждый. Размер обязательств перед кредиторами ограничен суммой в полмиллиона рублей. Кроме этого, человек должен соответствовать пяти параметрам. Например, быть безработным в течение последних трех месяцев, не иметь имущества и судимости. Расходы на процедуру банкротства предлагается возложить на плечи специальных фондов. Возможность объявить себя банкротами появилась у россиян четыре года назад. Но расходы на эту процедуру сейчас могут составлять десятки тысяч рублей и занимать не один месяц. Детский сад «Лесная сказка» – одно из старейших образовательных учреждений Десногорска. В сентябре ему исполнилось 35 лет. Праздничную атмосферу воспитанникам сада подарили преподаватели и родители, которые устроили для ребят настоящее театральное представление. Подробности далее. Каждый день рождения – долгожданный и яркий праздник, которого всегда ждут и к которому готовятся. А если это еще и юбилей, то остаться в стороне от веселья просто невозможно. В сентябре 1984 года в Десногорске в свои двери открыл детский сад «Лесная сказка». Спустя 35 лет он стал частью привычной городской жизни и с радостью встречает все новое поколение горожан. Отметить очередной исторический рубеж решили шумно и весело. Преподаватели подготовили для детей настоящее театральное шоу с яркими и хорошо знакомыми персонажами. Главной своей целью детский сад считает воспитанников и преподавателей. Только в таком дружном коллективе могут рождаться интересные, познавательные и полезные идеи. Мы всегда творчески подходим к любому процессу. И тем более стараемся для детей сделать все, чтобы было им интересно, чтобы у них в глазах была радость, чтобы мы слышали веселый детский смех. Свои традиции тут берегут и наверняка еще не раз порадуют подобными событиями. В сентябре начинается гон диких животных. Например, лоси в поисках самки издают характерные звуки, которые напоминают протяжный стон. А слышно его на расстоянии до километра. В период гона лоси-самцы изменяются и внешне. Они становятся крупнее и как будто раздуты в размерах. Именно в это время зверь особенно опасен человеку. Даже треск веток под ногой туриста животное может воспринять как приближение конкурента и броситься в атаку. Так что любителям лесных прогулок и грибникам в это время нужно быть крайне осторожными. В настоящее время на территории Смоленской области обитают более 20 тысяч лосей. И коротко о погоде. 20 сентября в Десногорске переменная облачность возможен дождь. Температура днем плюс 10, ночью до плюс 4. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова